День Города 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 Резонансное убийство в Рязанской области. Сразу два тела со множественными живыми ранениями и у одного даже был разрез. От уха до уха обнаружили следователи в лесу, близ деревни Сусова Клепиковского района. Подробности далее. Двойное убийство произошло в ночь с пятницы на субботу возле деревни Сусова Клепиковского района. Тела обнаружил прибывший на место наряд полиции. Убитый отец и 30-летний сын. У одного почти отрезана голова, у второго 14 ножевых ранений. Следователям предстояло восстановить всю цепочку событий. По информации Рязанского бюро «Новой газеты» компания мужчин распивала спиртное. Когда двое уснули, третий достал охотничий нож. Дальше уже все известно. Подозреваемый в совершении данного преступления 38-летний сотрудник УМВД России по Рязанской области задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. По ходатайству следствия. В отношении него избраны меры пресечения в виде заключения под стражу. По версии следствия, сразу после инцидента мужчина первым делом отправился в Рязань. Уже из города он сам позвонил в полицию и сообщил, что беспокоится за друзей. Мол, те перестали выходить на связь. Даже вместе с силовиками отправился в лес искать пропавших друзей. Там же его и задержали. Касимовским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Рязанской области по факту гибели двух мужчин возбуждено уголовное дело по пункту А, части 2, статьи 105 УК РФ. По уголовному делу проводятся процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается. По данным новой газеты, предполагаемый убийца силовик занимался контролем за оборотом наркотиков, служил в спецназе. В его послужном списке командировки в горячие точки. Что послужило причиной такой резни, подозреваемый пока не говорит. Убирать Рязанские улицы от пыли и грязи сегодня вышли не совсем обычные активисты. Вернее, это были вовсе не волонтеры. Каждого из них суд приговорил к общественным работам. Что нарушителей, естественно, не порадовало. А вот коммунальщики, наоборот, с радостью приняли на работу злостных неплательщиков алиментов и должников по кредитам. На площади Ленина необычная бригада по благоустройству. Это штрафники. Работают они пусть и аккуратно, но не по своей воле. Вердикт общественной работы. Это в том числе подметать улицы, красить заборы и убирать мусор. Все они работают по 4 часа в день. Обязательные работы являются наиболее часто назначаемым судами видом наказания гражданам. Так, в истекшем периоде 2022 года судами Рязанской области обязательные работы назначены 1369 гражданам. Отбывать назначенное наказание должники направляются судебными приставами исполнителями в администрации муниципальных образований и дирекции благоустройства города. Отказ от исправительных работ по суду грозит более серьезным наказанием. Да в общем-то никто и не отказывается. Невыгодно говорят вынужденные уборщики. А через труд можно побыстрее рассчитаться с долгами. У нас сейчас здесь уборка парковой зоны сквера на улице Ленина. Соответственно в уборке принимают участие лица, которые были оштрафованы и приговоренные судом к обязательным работам. У них где-то приблизительно обязательные работы от 20 до 100 часов им приговором присужденные. Они работают на бесплатной основе в рамках вот этого административного дела, административного наказания. Практика она постоянная, то есть люди меняются. Трафников у нас, к сожалению, наверное, меньше не становится. За несколько месяцев этого года судебные приставы по Рязанской области взыскали с неплательщиков более 30 миллионов рублей. Памятка для них простая. Уклоняетесь от выплат, одними только общественными работами не отделаетесь. Вполне может светить уголовное дело. Герман Гущин, Михаил Азуткин, телекомпания «Город». Сага о многоквартирном жилом доме в городе Рыбное продолжается. Напомню, в конце марта в редакцию телекомпании «Город» обратились жители дома номер 11 по улице Юбилейной. У дома нет управляющей компании. Старая от них отказалась. Новая в должность вступать тоже отказывается. Наша съемочная группа обратилась в Государственную жилищную инспекцию и сегодня получила официальный ответ. Мы получили ответ от Государственной жилищной инспекции Рязанской области. Есть как хорошие новости, так и плохие. Например, плохая заключается в том, что дом номер 11 по улице Юбилейная в городе Рыбное отсутствует в реестре лицензии какой-либо управляющей организации. Есть и хорошие. Хорошее и самое главное заключается в том, что отсутствие дома в этой самой лицензии ни на что не влияет. По словам юристов, важно то, что дом по постановлению номер 494 от 15 декабря 2021 года передан под управление ООО «Единая управляющая компания», хоть и временно. Жильцы уже вправе требовать от управляйки исполнения ее прямых обязанностей, невзирая на то, что ранее эта самая компания от дома пыталась отказаться. Я зам директора и вам хочу сказать следующее. Этот дом не включен в лицензию управления многоквартирными домами управляющей компанией «Единая ОК». Я не знаю, почему все обращаются к нам. Да, был прецедент. Но это незаконно. Мы протестовали данное постановление. Дома не включены в лицензию. Поэтому управлять мы ими не можем. У нас даже нет такого права. Если управляющая компания свои прямые обязанности не исполняет, то жильцы могут уже обращаться в надзорные органы или в суд. Есть еще один вариант решить жителям дома в Рыбном проблемы самим, что называется сброситься и вызвать мастера для текущего ремонта. Выбор только за ними. При этом стоит помнить, что управляющая компания временная, а администрация Рыбновского муниципального района ищет уже новую, чтобы заключить договор на управление домом. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов. Телекомпания «Город». Инициативу по созданию Межрегиональной ассоциации центров импортозамещения уже поддержали 12 регионов России. Кроме того, о своем присоединении заявили несколько крупных федеральных структур. Задача номер один – минимизировать потери от ухода иностранного капитала. Об этом на правительстве заявил губернатор Николай Любимов. По его словам, в Рязанском реестре спроса и предложений уже более 150 позиций. Название «Межрегиональная ассоциация центров по импортозамещению» пусть и звучит громоздко, но мертворожденным это дитя экономики сегодня вряд ли назовешь. В Рязани действительно хотят сконцентрировать все рыночные заявки производителей. Их базу расширяют с каждым днем. Одна из задач нашей ассоциации – это то, что мы планируем проводить аналитику этой информации, которая собирается в реестрах, укропнять эту информацию. То есть, если какой-то один завод, предприятие разместило свою потребность в небольшом количестве каких-то деталей, комплектующих, и это никому из других предприятий неинтересно, то мы будем стараться укрупнить эту информацию для того, чтобы увеличить объемы потребностей, соответственно, найти тех, кто будет делать для наших предприятий какие-то комплектующие детали и с ними сотрудничать в этом отношении. А также искать инвесторов в рамках как раз наших кластеров. А вот инвесторам дорожных ремонтов и благоустройства в Рязани выступят сами власти. Все аукционы на капитальные изменения уже в стадии завершения. Пока же надо латать ямочные дефекты. Срок до 1 мая. С уборкой города надо бы тоже поспешить. Не очень-то видно, чтобы очищался город от пыли, от грязи. Понятно, что еще, может быть, только первые теплые деньки наступили, но, тем не менее, эту работу надо максимально активизировать. А что касается тех ремонтов, которые предстоят, особенно в летний период, сейчас в период строительного сезона, ремонтов дорог, в первую очередь, и благоустройства, необходимо уже сейчас, во-первых, те улицы, на которых будет делаться ремонт, они уже людям известны в основном, доопубликовать эти данные надо, чтобы люди знали, где будут эти ремонты производиться. Необходимо сейчас уже договариваться с теми, кто выиграл в торгах о режиме работы на этих улицах. Посыл губернатора выстроить график так, чтобы дорожные работы на самых загруженных автодорогах подрядчики проводили только в ночное время, даже если это будет связано с дополнительными затратами. Максим Васильев, телекомпания «Город». Вид на заливные луга и на Аку, выезд из города и в то же время исторический центр, Кремль в пешей доступности, театральная площадь и лесопарк. В выходные первые счастливчики получили ключи от своих квартир в доме по улице Быстрецкой, 22, корпус 1. Добавьте геопозиции дома, удобные планировки и зарекомендовавшие себя качество от застройщика «Капитал-62». Развитую инфраструктуру, школу, сад, бассейн – все под боком. Смотрите и убедитесь сами. Дом от застройщика «Капитал-62» узнаваем уже с фасада. Современная многоуровневая архитектура, подчеркнутая сочетанием ярких цветов в отделке, выгодно выделяет семейный квартал Петра и Февронии на фоне окружающих построек. Этот район желанный для многих горожан, современный, развивающийся, с устойчивой инфраструктурой. Через дорогу детский сад, в двухстах метрах новая современная школа. Безопасные детские площадки от «Капитала» радуют сильным исполнением. Транспортная развязка удобная, то есть сразу так на окружной выехал, ни в пробках не стоит ничего. Садики, школы, здесь мне, я думаю, очень актуально. Ну и дом красивый. Да, кстати, вот хоть что-то яркое, а то все смотришь, какие-то все серые-серые дома. Поэтому очень довольны. Планировки, кстати, хорошие. Действительно, планировки в домах «Капитала» – легенда. Продуманные до мелочей, эти квартиры созданы для жизни. Только посмотрите, как может выглядеть жилье. А вид АК. Луга, которая вот-вот зазеленеет. С таким видом, согласитесь, хочется просыпаться и улыбаться новому дню. В квартире продуман каждый квадратный метр. Предусмотрена выделенная зона для хранения, гардеробная, мастер-спальня, уютная спальня с отдельным санузлом, просторная гостиная, где так здорово будет собираться на ужин всей семьей. Здесь удобно действительно. Ну, рядом вот круиз, то есть торговые центры и главный парк рядом, где, чтобы с детьми гулять, он у меня спортсмен, он бегает в парке утром каждый день. Если на Быстрецкой первые счастливцы уже получили ключи и готовы приступить к ремонту, то в ЖК Центральной стройка кипит вовсю. Материалы закуплены, техника работает, сроки строго соблюдаются. Смарт-квартал отвечает всем современным стандартам строительства. Расположенный в самом центре города, он спроектирован для жизни. Благоустроенная территория, безопасные детские и спортивные площадки, продуманные смарт-планировки, оборудованные качественной инженерией. Этот комплекс тоже расположен на берегу речки Трубеж. Изюминкой квартала по плану станет прогулочная зона собственной благоустроенной набережной. Марина Романюк, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». На этом у нас все. Еще больше новостей на нашем сайте город62.тв и на наших страничках в соцсетях. Ну, а я с вами прощаюсь, желаю вам всего самого доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин